Заб-инфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Забайкальский краевой суд отправил на принудительное лечение больного шизофренией Алексея Баранова, который обвинялся в убийстве предпринимателя и 17-летнего сокамерника. Это медицинское учреждение специализированного типа с постоянным и интенсивным наблюдением. Баранов будет содержаться в городе Санкт-Петербург. Значит, предварительно они содержатся там около 700 дней. Потом комиссия врачей уже собирается, проводит его, то есть собираются, обсуждают его состояние. Если они посчитают, что его состояние не улучшилось, то есть он продолжает там находиться. Если же они посчитают, что его состояние улучшилось, его переведут в медицинское учреждение с менее интенсивным наблюдением. Как установил суд, первое убийство 26-летний Алексей Баранов совершил 10 июля 2014 года. В поселке Карымское. Его первой жертвой стал местный предприниматель, у которого обвиняемый работал на приусадебном участке. Тот заподозрил его в хищении паспорта, и Баранов, взяв два ножа беспорядочно, нанес ему 33 ранения по разным частям тела, отчего мужчина скончался на месте. На глазах у свидетелей Баранов пытался затащить окровавленное тело предпринимателя во двор. После того, как он был помещен в изолятор временного содержания в Крымском районе, Баранов поссорился с 17-летним сокамерником. В ходе выяснения отношений по поводу того, чья очередь убирать ведро с помоями, он убил его, задушив полотенцем. Затем Баранов попытался сомитировать суицид потерпевшего. Во время предварительного следствия Баранову была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, согласно результатам которой он признан вменяемым. Преступление совершил умышленно и отдавал отчет своим действиям. Однако позже ему была проведена повторная комплексно-судебная психолого-психиатрическая экспертиза в Институте Сербского в Москве, эксперты которого пришли к противоположному мнению, признав Баранова невменяемым. Александра Леонтьева, Илья Татауров, специально для Загонфору.